Всем доброе утро, добрый день, начинаем новый влог. Мне, если честно, так захотелось гречки. Вчера купила в магазине 4,5 лари. Думаю, сделаю гречку сейчас себе с кофе и с сыром. И яичко сварю. Будет самый-самый вкусный прием пищи у меня. Прям честно соскучилась по гречке. Всем приятного аппетита. Моя сегодняшняя мечта сбылась. Гречка с сыром, с яйцом и с кофе. Мы сейчас едем смотреть жилье. Едем, наоборот, в другую сторону от Батуми. И сейчас будем приезжать в населенный пункт Чакви. В комментариях написали, что это район, где все время идут дожди. И мы вот реально сейчас сюда въезжаем. Махинжаурия. Не было дождя. А в Чакви, вот мы въезжать сейчас будем, идет дождь. Вы сказали правду. Так и есть. Вот в Чакви идет дождь. Говорят, здесь люди все время ходят зонтиками. Смотри, над горой какие тучки красивые. Облака. Посмотрим жилье, кажется, в Кабулете. Да, в Кабулете мы едем. Там недалеко, кстати, и у реки, про которую тоже рекомендовали. Говорили, что там пески полезные. Черный песок. Вот сейчас поедем и там посмотрим на месте, можно что-то сдают. В Кабулете. Полтора. Это платаны такие большие? Это же не знаю. Я такие вообще, я в первый раз такие деревья вижу. Они как ненастоящие. Листа как у ливы, видишь, такая. Ну, они взрослые, смотри, какие. Бау-бабы. Переезд. Получается, две дороги. Вот где мы сейчас ездили, объездная и вторая дорога. Можно прям вдоль Кабулете, вдоль других городов ехать. Сейчас смотреть. Это, наверное, торговый центр, Сириус. Спортзал или что это? Я поняла, Кабулете по размеру как Маркс, Вольск или Красноармейск. Я просто весь Кабулете мы еще не объехали. Ну, такой он, получается, районный город. Дождь и ты не думаешь. Дождь просто нас не щадит. Точнее бы в машине, но я... Про окружающую атмосферу вокруг. Это улица Руставели. Мы приехали, думали, здесь будет, ну, как это нам говорили, объявление прям на заборчик. Мы сдаем, сдаем. Пока мы тут не нашли. На букинге тоже пока ничего не нашли. Но здесь есть... Вот есть дом. Продается дом. Есть другая улица, по которой ездят автобусы. Она левее находится. Сейчас мы повернем на нее. И вот там мы по ней ехали. Она такая более... Новая, что ли, там всякие отели. Там сдают номера. Вот сейчас мы сделаем круг, проедем до конца. И развернемся, поедем по той улице вдоль моря. Вот там вроде я смотрела жилья больше. Вот на Руставели пока мы тут ничего такого не приметили. Частный сектор. Но пока ничего здесь сильно не сдается. Это, наверное, школа или садик, кстати, говоря. А вот это уже улица, которая прямо около моря. Сейчас я скажу, если ты видишь, как она называется. Итак, ты на авариках, может, где-нибудь будем смотреть. Но что-то пока... Погода не в нашу. Короче, погода, говорит, здесь оставаться не надо. Забыла. В кабулете едете дальше. Вон уже, видишь, какие-то там домики. О, а я... Банан. Банан? Мне кажется, это не бамбук. Это бамбук. Да нет. Бананы. Бананы. Отель Georgia Palace. Отель Испан. Вон справа тоже какой-то отельчик. Красивый. Что это? Номер? Номер там есть. Сейчас будем звонить. Сдаются комнаты. Номер телефона. Гром гремит просто бешеный. Тут уже как-то более похоже на курортное местечко. Нашли какой-то центр. Фондантики даже есть. Так, мы выбрали место по Яндексу. На Яндекс-картах можно посмотреть, где покушать. Вот мы тут нашли по отзывам вроде бы место, где поесть. Что нам сигналит. Вот сейчас смотри, где-то здесь будет. Вот справа, наверное. Вот, по-моему, это вот. Что? Вот это? Нет. Дальше. Тут крадобанк. Классно. И где эта еда? Ресторан тоже сон. Я хочу на площадку пойти. Давайте сначала покушаем. Там, во-первых, сейчас Гриш мокрым будет после дождя. Я хочу на площадку. Баскетбольный. А потом на площадку пойдем. Колечко, да, беседки. Я хочу на площадку, а потом на площадку. Хорошо. Кафе называется «Лучшее кафе в Кабулете». Прямо так и называется. Вроде бы вот здесь. Вот это, наверное... Да, вот оно. Пойдем сходим. По отзывам вроде хорошо все вкусно. Так, мы заказали бутылочку лимонада. Покажешь? Ну, кстати, вот он чисто по-грузински. У нас в магните он продается с русским переводом. С фихуа. Это наш любимый. А я себе взяла бокал красного сухого вина домашнего на разлив. Очень вкусное, кстати говоря. По-моему, сухое. Сухое оно? Сухое. Ну, красное сухое, но разлив. 5 лари, по-моему, или 6 лари стака. Ребята, ваше здоровье. Кирушка, как сказал, попробуйте. Дайте мне попробовать. Я уже не хочу. Ты не хочешь? Нет. Он говорит, мама, у тебя вино, дай попробовать. Дайте попробуйте. Нет? Правильно. Так, это салат с баклажанами. Я, честно говоря, думала, что он будет такой, типа, лозат. А это, казалось, что-то похоже на консервацию. Ну, как вот консервы делают на зима-зиму. Попробуем, что за баклажанчики. С красным вином. Наверное, будет вкусно. Похоже на лечо. За нашу поездку это первый шашлык, кстати, стоит. Двенадцать, по-моему, лари. А салат стоит восемь лари. У Гришули пюре с котлетами и еще хинкари. Ну как? Острые? Похоже на самый бюджетный счет. 51 лари. 47 и 4 за обслуживание. Обычно у нас 60 лари, 80 лари, 70 лари. Вообще очень, кстати, бюджетненько. Всего 51. Ребята, вы только посмотрите, какие волны. Ты куда их отпустил? Обалдеть. Так, давайте ставить ставки. Кто первый будет мокрый? Гриша или Кирилл? Гриша, нет, волна! Сейчас кто-то из них намокнет. Убегай, Гришаня! Ой-ой-ой, волна идет. Какая огромная. Собачка, привет, малыш! Дождь закончился, погодка отличная. Не считая небольшого шторма. Так, чего, чего вы там деретесь? А Кирилл прям так и ждет, пока его волна накроет. Да, море прям совсем не для купания. Здесь набережная в одну и в другую сторону. Вот здесь баскетбольная площадка. И набережная еще вот туда. Что у тебя случилось, Гриша, а? Мокрые ноги? Да. А почему? Ну, она вот так большая. Большая, да? И прям на ноги тебе намочила? Ну все, теперь ты с мокрыми ногами. Давай, педала, посушим. 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 Ну, давай. Ну, сейчас и Кирилл будет мокрый весь. Вот только послушайте, какой звук. Игорь, расскажи, тебе нравится море? Да. Знаешь такую песню? Я, ты и море. Море на даде. Видимо, я назвал это овечка. Какая овечка. Море это вода, а овечка это животное. Из пластилинки. Пластилинки? Да. Ты мой хомячок сладкий. Я поняла тебя. Угу, хорошо. Игорь, какие котки. Кошки. Какая красивая набережная. Большая. Такие разные монументы, спортивные тренажеры, парковка для велосипедов, наверное. А вот, кстати, Батуми, смотрите, видно отсюда. Вон, смотрите, это Батуми. Вот этот вот островочек, это Батуми. Да. Тренажеры разные. Будешь пробовать? Помоги ему, Кирилл. Давай. Тихонько, тихонько. Так. Вот друг пришел к нам. Давай. Руками, руками, Криш. Ручку вторую вон туда надо поставить. Давай. Поехали. Все, что поели, надо теперь сжечь. Аккуратнее. Молодец. У тебя получилось. А это церковь, а рядом находится садик. Это детская площадка. Вот здесь вот тоже, я не знаю, что за территория. Детская площадочка. И да, кстати, тут тоже есть лукойла. Не понимаю, где 95-й. Хотел вам показать цены, но я не понимаю, где какой. Это не поиск, а это поиск, а не домой. А, это поиск, а не домой. В Детский. Поехали. Поехали. Детский. И да. Лоб. Детский. Детский. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok